здравствуйте девочки с вами снова наташа из беларуси хочу поделиться с вами новиночками своей декоративной косметики в особенности будет интересно девчонкам из беларуси потому что основную массу новинок я нашла и отрыла в наших белорусских магазинах на акциях и распродажах первым про что хочу вам рассказать это то что сейчас у меня на губах и это у нас девочки вот такая вот помада стик от jordano называется она у нас easy shine glossy lip color в оттечке у меня 09 манга дэлайт манга дэлайт что я могу сказать об этой помаде взяла ее совершенно случайно в упаковочке она может смотреться как-то немного рыжей и либо даже оранжевой но она такой абсолютно не является очень красивый приятный персиковый оттенок очень освежающая она не реально круто наносится она скользит по губам и оставляет после себя shine такой блеск эффект даже как будто это не помада а блеск для губ очень приятная в нанесении пигментация у нее средняя за счет чего цвет очень освежающий легкий персиковый не навязчивый помада на каждый день будет абсолютно понравится каждый цвет очень красивый носибельный каждодневный в диком восторге помада имеет приятный аромат жвачки никакого вкуса она не имеет она абсолютно не липкая имеет очень красивый глосс эффект блеска на губах следующая покупка и я от нее в точно таком же восторге это также покупка для губ это помада от мэйбелин называется она у нас вот такой вот красной упаковочке называется нас мэйбелин нью-йорк гидро экстрим у меня в оттеночке 721 называется pink beige это реально крутая помада это мега супер универсальный розово-бежевый нюд у нее уже в названии кроется весь ее секрет у меня пробовали наверное десяток моих знакомых и подружек эту помаду и она подошла абсолютно всем если вы ищете универсальный подходящий нюдовый трендовый модный оттенок вам определенно понравится этот оттенок 721 сейчас покажу как она выглядит на губах в ее названии кроется и ее формула гидро экстрим она очень увлажняющая она скользящая она очень легко наносится она гиперпигментированная она хороша по стойкости губы после нее увлажненные красивые наполненный цветом и влагой очень круто смотрится смотрится как дорогущая помада стопроцентно стоит обратить на нее внимание она также на акции в острове чистоты стоила по моему что-то 3 3 с половиной доллара очередная покупка для губ она также была в магазине по моему либо ост по моему в острове чистоты на акции эта помадка от catrice из линейки luminous lips у меня в оттенке 010 good news и имеет довольно таки приятную упаковочку металлизированная такая не написано catrice и вот здесь у нас вот такая вот помада в качестве самостоятельной помады она имеет ярко выраженный влажный металлизированный финиш сейчас вам покажу ее как она смотрится самостоятельно я брала эту помаду для создания shine эффекта для большего объема и блеска губ такой металлизированный эффект создает помада очень дорого и красиво выглядит комбинации с какими-то другими помадами идеальное сочетание идеальный металлизированный влажный блеск последние покупки для губ это бренд и задора для нашей страны и задора не является бюджетной помадой но в качестве мирового косметического сообщества это масс-маркет вот такие вот две помадки первая в оттенке 49 pearl над мак это матово-коричнево-бежевое ореховый оттенок без каких-либо блесток с пигментация средняя нанесение хорошее помада скользит также по губам имеет классический кремовый финиш ничего особенного сказать про эту помаду не могу никакого запаха у нее нет вкуса также нет смотрится на губах неплохо сейчас покажу как она выглядит второй оттенок 42 называется он принцесс роуз это уже сатиновая помада розового цвета приятная также в нанесении также имеет классический кремовый финиш также средней пигментации если первая помада была без блесток то здесь и мелкий мелкий микронизированный шиммер за счет которого добивается эффект сатинового нанесения также неплохая помада неплохие помады но никакого эффекта вау сказать абсолютно о них не могу так как о предыдущих помадках следующая покупка была белорусского производителя люкс визаж это карандаш для бровей в оттенке у меня 101 именно с помощью него у меня сейчас оформлены бровки здесь достаточно удобная крышечка удобный колпачок на которой вот такая вот имеется щетинка с помощью которой вы можете либо растушевать карандашик либо расчесать бровку мне очень понравился этот карандаш им очень легко оформлять брови он тонко затачивается грифель у него достаточно плотный но он очень пигментирован он отлично наносится отлично тушуется это крутая покупка буду покупать буду рассматривать еще какие-то другие варианты 101 тон холодные темно серо-коричневый оттенок подойдет русым девочкам темно-русым даже брюнеткам и даже таким же светлым девочкам как я если подыскивать себе карандаш для бровей обратите свое внимание этот карандашик заслуживает вашего внимания следующая покупка также от люкс визаж это вот такой вот карандашик для высветления под бровкой во внутреннем уголке глазика у меня тон 14 вот так вот выглядит наш карандашик он бледно-бледно розовый отличная пигментация отличное нанесение хорошо тушуется очень красиво наносится довольно карандашиком стойкость у него средняя но и цена естественно у него очень и очень низкая и бюджетная которых я вам хотела рассказать это вот такие вот глиттеры для глаз я вам уже рассказывала об одном это глиттеры с алиэкспресса я заказала сначала на пробу один глиттер осталось от него в диком восторге поэтому заказала еще два цвета вот так вот у них выглядит упаковочка упаковочка очень качественная здесь вы можете посмотреть тон это я заказала номер 5 и номер 6 номер 6 более зеленоватый все ссылки на продавца я оставлю вам внизу в инфобоксе зеленый светлый оттенок с глиттером очень круто смотрится очень классно наносится ссылку также оставлю сейчас вверху где я рассказывала про эти глиттеры это глиттерные подводки с легким пигментированным гелем отлично наносятся хороши в стойкости ссылку на продавца оставлю внизу вот и все девчонки про что я вам хотела сегодня рассказать всем спасибо ставьте лайк если была хоть чем-то вам полезно пока пока пока